Тульские канониры приехали в Самару в качестве фаворита. В прошлом сезоне футболисты «Арсенала» разгромили крылья советов дома и одержали уверенную победу на выезде. В этот раз подопечные Меодрага Божевича жаждали реванша и сделали все возможное, чтобы взять заветные очки перед многочисленной армией преданных поклонников. Начало для самарского клуба получилось невыразительным. Тулики открыли счет уже на 22-й минуте встречи. Отличился экс-полузащитник «Крылышек» Сергей Ткачев. Еще через несколько минут канониры упрочили преимущество благодаря усилиям Эванса Кангвы. Счет 2-0, он самый такой опасный. Счет 1-0, но счет держит, что Борисов в концентрации, они очень внимательны. 2-0, есть моменты, где-то уже расслабность появляется. Казалось бы, что при вполне комфортном счете гости должны были спокойно уйти на перерыв. Но нападающий Волжан Александр Соболев снова блеснул мастерством. На 43-й минуте таранный форвард распечатал сетку ворот противника. Ему удался эффектный акробатический этюд. Он сложился и забил гол через себя. Во втором тайме «Крылесоветов» попытались сравнять счет, но румынский нападающий гостей Тудерея Александру сумел увеличить разрыв. 1-3 к 52-й минуте. Несмотря на это, хозяева поля не растерялись, и уже через несколько мгновений на табло горели 2-3. Тарас Бурлак забил последний гол в матче после розыгрыша стандартного положения. Мы эту игру начали очень неуверенно. У Тула была большая инициатива. Они нам забили 2 быстрого гола в 22-24 минуту. До этого момента они были гораздо лучше от нас. Каких-то очень острых моментов в мире создавали. Просто думаю, что Тула сильно верила в заслуживание. После второго Тура «Крылесоветов» закрепились на 8-й позиции в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Меодрага Божевича проведут на выезде. Они померятся с силами Суфой 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по самарскому времени. Уже 3 августа волжане снова выйдут на газон Самара-арены. Им предстоит сыграть с московским «Локомотивом», одним из лидеров чемпионата России. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.